Приветствую вас и судя по тому, что вы описали, можно сделать вывод о том, что вы были влюблены в своего молодого человека, вы в него влюбились, у вас была страсть к нему, а потом, пустя какое-то время, страсть поугасла, а ничего кроме этой страсти у вас не оказалось больше. И в результате, в результате образовалась такая ситуация, что страсть шла, а привычки, потребность в том, чтобы вот так же общаться с молодым человеком осталось. И ваше сознание, оно сперва расширившись, а после наоборот, опять начав суждение, просто не может осознать, как это может быть, что вот он вроде перед глазами человек, которого вы любили, с которым вам было хорошо, с которым у вас все было замечательно, а Сбир это уже, по сути дела, вроде бы тоже человек, вроде бы тоже человек. Но при этом он вроде бы тоже, но в то же время он какой-то другой, он не такой, как был раньше. И вот это и именно это вас больше всего и раздражает. Я думаю, что в этой ситуации вам нужно сделать такую очень важную вещь. Во-первых, осознать причину этой самой влюбленности, то есть вы были влюблены, у вас была страсть, страсть прошла и все. Но перед вами вновь самый что ни на есть обычный человек. То есть любви никакой у вас, судя по всему, не было. Но вы все равно к нему тянетесь. И давайте подумаем, а почему же вы вот к своему молодому человеку тянетесь, несмотря на то, что... Ну, несмотря на то, что сужд к нему у вас уже нет. Все дело здесь в том, что он дает вам что-то. Какие-то определенные эмоции, какие-то определенные чувства, он может быть удовлетворяет какие-то желания, несмотря на то, что влечения и страсти к нему у вас уже нет. И тогда очень важно для себя вот эти аспекты выделять. То есть выделять, что именно дает вам мужчина. Разряжены вы именно потому, что не можете сами для себя осознать, что вот вроде бы перед вами все тот же человек, которого вы любили, которого вы были влюблены, вроде бы это все тот же человек, он абсолютно не изменился, вроде бы вы тоже не изменились, но сегодня все не так, как было раньше. И этого вы осознать не можете. Так вот, это уход влюбленности и отсутствие чего бы то ни было взамен нее. То есть отсутствие той самой любви, отсутствие желания делать человека счастливым, отсутствие желания быть своим и так далее. Вы пишите, что вам не хочется заводить новые знакомства, и возможно именно потому, что вам не хочется заводить новые знакомства, вы предпочитаете быть со своим мужчиной до сверх пор. Именно потому, что вам с ним удобно. Но вам с ним удобно это одно, а вот желание испытывать тот же самый подъем, какой был, это другое. И, к сожалению, нужно сказать, что подъема не будет. Подъема не будет. Потому что вы не сможете вернуть в влюбленность. Если она ушла, то она уже вряд ли придет. Когда пришла, нужно, чтобы человек проявил себя как-то совсем неожиданно снова и другой стороны. Но и в этом случае никто не гарантирует того факта, что любовь не исчезнет. Любовь, точнее влюбленность, вновь не пройдет. И в этой ситуации вам нужно делать следующее. Во-первых, подумайте, что дает вам молодой человек. Старайтесь удовлетворить это самостоятельно. Удовлетворять это самостоятельно. Во-вторых, ответьте себе на вопрос, почему вы не хотите заводить новые знакомства. Какие блоки стоят у вас на этом пути. В-третьих, спросите себя, чего вы хотите для мужчины. То есть, если вы человека хотя бы уважаете или относитесь к нему неплохо, то относите себя, достоин ли мужчина, такого отношения к себе, какое вы дарите ему. Потому что, если вы раздражены с ним, если вы его не очень балуете сейчас своим вниманием, он не может не чувствовать, что вам неприятно с ним быть. Он не может не чувствовать, что все действительно не так, как раньше. И если молодой человек хоть сколько-нибудь в себе не уверен, то он начнет это проецировать на себя. Чтобы этого не было, лучше либо сразу объяснить ему все как есть, вот то, что написали нам, скажите ему, кроме последней строчки. Либо возьмите тайм-аут, просто скажите, что вы хотите побыть. А вы делаете, что хотите понять, что вы чувствуете к нему, потому что на самом деле у вас просто привязанность, привычка. Приятность и привычка определяются личными желаниями, которые вы восполняете за счет человека. То есть человек в данном случае воспринимается вами как средство для достижения своих целей, как средство для удовлетворения ваших стремлений. Это не является чем-то хорошим, и самое главное, это не является условием для построения крепких, искренних, многострочных отношений. Причина, по которой вы не хотите искать другого мужчину, не хотите знакомиться, может быть связана с определенными страхами. То есть вы, например, можете чего-то бояться именно из-за неудач предыдущих отношений. Причина, по которой вы сейчас чувствуете то, что вы чувствуете, может быть страхом вообще отношений. Опять-таки из-за прошлого опыта. И тогда, если все это имеет место быть, то и страхи, и блоки нужно прорабатывать отдельно. Если они есть, нужно находить их, устранять причину и корректировать ваше поведение уже, ну скажем так, поведение без вот этих вот самых факторов. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ, потому что, в принципе, необходимые дополнения сделал уже мой коллега. Не вижу смысла повторять его. Надеюсь, что вам понравился мой ответ. Если какие-то вопросы у вас остались, обращайтесь в личку. Помогу вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин